Продолжение следует... Продолжение следует... Не понял вопроса вообще. Вот я тоже так. Для кого тогда? Ладно, Игорь, уточни. Уточни, Игорь. Вопрос эфира от Владимира Замотеевича. Юрий, тут у нас спор был в чате. Рептилоиды освоили технологию бессмертия или подчинили генетически трансформироваться в людей, предпочли генетически трансформироваться в людей, то бишь наших предков. Итак, рептилоиды освоили технологию бессмертия или предпочли генетически трансформироваться в наших предков, то есть в людей? Они не трансформировались в наших предков, это отдельная популяция, насколько я это понимаю. Они владеют технологиями бессмертия, которые я так думаю. Вот, знаете, у меня были такие отключения странные. Считал я в поликлинике, еще мне было лет 30, по-моему, или там 35, не помню, где-то между 30 и выше. И вдруг четкое включение, что больницы – это лаборатории по изучению человека, кем-то. Нас там режут, что-то вынимают, что-то вставляют, то есть кто-то, посредством официальной медицины, изучает, как Павлов собак резал, так и не заезжает, понимаете. Они что-то хотят понять в нас, они что-то хотят себе взять в нас, чего у них нет. Но вряд ли получится, потому что то, что они хотят у нас взять, это не орган, это, скажем так, другое устройство и души, и тела. И дело. Ну, все. Так, далее вопрос от Дмитрия. Здравия всем. Чем отличается сжигание тела на костре от сжигания тела в крематории? Благодарю. Ну, понимаете, если все делается на костре, то проводится ритуал определенный. Вот. А читаются определенные тексты, гимны, слова. Устается определенное поле. И когда сжигается тело на костре, они не только... В смысле не в том, чтобы его на костре чичь-то сжечь, и все. Но совершить определенные ритуальные чудействия, чтобы душу направить туда, куда надо. К своим, скажем так. А если мы это делаем крематорией, да просто заснули, сожгли пепел, веником сгребли и отдали вам урму. И душа тогда, она непрекаянная будет. Она не сможет снова воплотиться. Если мы делаем ритуальное сожжение умершего на костре, ритуальное, это не просто сожжение, а ритуальное сожжение. Если мы просто сожжем, и он на костре будет тот же самый эффект, как и крематория. Ритуальное сожжение направляет душу на ее путь, а в любое другое сожжение душу этого пути лишает. И утащится возможность к новому воплощению. Игорь из Ютуба. Под Богом нужно понимать высшие сферы нашей Брамфатуры планеты. Брамфатуры планеты — это совокупность иноматериальных миров. Понимаете, опять же, это вечная ошибка всех людей. Под Богом нужно понимать высшее там что-то. Да, Бог, Он везде. Нет ничего высшего, нет ничего низшего. Бог пронизывает все и присутствует во всем. А у Кастанеды есть там такой фрагмент, когда Дон Куан говорит своему ученику, Кастанеде там уже, и диктует травинки, и она в честь не разграет на равных. Пока ты не поймешь, что она ничем не лучше тебя, а все, что ты ничем не лучше ее, а ты никуда не сдвинешься. Я говорю, во всем равно присутствует Бог. Нет никаких высших и низших сфер. Бог везде и всюду. Его можно рукой потрогать. Понимаете? Они высшие сферы. Там Бог. Есть одно учение некого чердюка, что ли, о метагалактике, что есть метагалактика, и после Польта Гагарина она открылась для нас, для Земли, ну и так далее. Мы такие букашки, на Земле маленькие, а вот там метагалактика. Вот понимаете, это разводило его вечное. Они пытаются, куда-то Бога засунуть, куда-то подальше, увезти его из реальной жизни, из настоящего, куда-то в какие-то якобы высшие сферы. А Бог, Он везде, Он здесь и сейчас. Понимаете? Он сейчас через меня говорит, Он сейчас через тебя, Алексей говорит, Он везде присутствует. Хорошо. Вот Оксана Брейнер интересуется, а где вы собираетесь разжигать костёр для своего сжигания? И куда прах? Так это хочет, наверное, что-то с прахом сделать. Кому-то хочется, чтобы я умер, что ли, не понял? Нет, куда ты прах денешь, чтобы его там найти? Нет, я же сказал, что я умирать не собираюсь. Я, когда вот, ну, до того, как вот я всё это понял, я решил, что когда наступит время моё, я или сам себя сожгу, ещё будучи живым, вот, ну, понимая, что вот-вот настанет этот срок, вот, или поручу это сделать кому-то с помощью определённого ритуала, само собой. Вот. Я был готов принять смерть без проблем. Я не знал, что меня обманули. и не знал, что я могу быть бессмертным, и что нет необходимости обязательно умирать. Я, может быть, и умру. Я, может быть, и не смогу там в этой жизни найти ключи по общему бессмертию. Хотя мне кажется, что я их уже нашёл. И сейчас я буду всей своей жизнью это проверять. Понимаете? вот так, что сказать, в принципе, по поводу праха, я думаю, что я до этого не дойду. Я думаю, что буду жить долго. В общем, Оксана, не найдёте. Не дам. Моё. Моё? Мой правильник. Никому не дам. Понятно. Всё своё нашу с собой. Вопрос эфира от Ольги74. Может быть, человек божественной бессмертной сущности, а наш кожаный скафандр аватар дан на 100 лет. И мозг работает по минимуму, а память стирается, поскольку люди находятся на низком уровне сознания и в поведении в трёхмерном мире пространстве твёрдого мира. То есть на низком уровне сознания поведение в трёхмерном мире пространстве твёрдого мира. Отсюда все проблемы. Знаете, я хочу ещё раз уточнить, что то, что я говорю о бессмертии и о божественных возможностях человека касается только людей. Вот человек может пойти по тому пути, по тому мегабою. И он не робот, он не аватар, он бог в образе человека. А есть на земле ещё куча всякой твари-папари, что называется, которые людьми не являются. Вот они могут быть и аватарами, они могут быть и биороботами, но есть куча умников, которые пытаются всех людей свести к какому-то одному общему знаменателю. Что все люди это биороботы, что все люди клоны, там и ещё чего-то. Я говорю, когда я говорю о бессмертии и о пути, когда я говорю, в общем-то, это касается только людей. Частично это касается зверей в образе людей. Потому что зверь в образе человека он может тоже стать на духовный путь и достигнуть уровня человека, и дальше он может достигнуть уровня бессмертии, если он поймёт, кто он поймёт свой путь и по нему пройдёт. А есть очень много такого добра на земле, которое вообще не является ни животным, ни человеком. Для них путь закрыт, в общем-то. И все, с кем-то, они будут очень активно поддерживать действовать тому, что я пытаюсь делать, они это уже уже не раз попадались в моём деле. Но это уже и проблемы. Понятно. Елена 777, вопрос в эфире практически такой. Что бы вы могли посоветовать для достижения бессмертия? Может добычись какие-нибудь упражнения или ещё чего? Благодарю. Приезжайте к нам и мы вам сможем дать это работа поэтапная. Мы с вам можем дать то, что мы наработали на этом пути. Это определённые этапы. Я сейчас работаю на книгой «8 ступеней к бессмертию». И там расписывается всё это. Так что так я не могу сказать. Нет такого упражнения для бессмертия. Есть комплексное отношение к себе и к жизни. Если мы его выстроим в своей голове и в душе, тогда мы сможем по этому пути пойти. Дальше Елена 77 реплика в эфир «Спокойствие, только спокойствие. Вот путь к бессмертию». Один из моментов, он вообще важен. Ольга 74 пишет «Юрий, слышали ли вы о квантовом скачке и изменении мира и соответственно человечества? Есть ли в новом мире возможность бессмертия? Благодарю». его не было, я бы этого и не говорил. И сейчас действительно будет переход и нас к этому переходу готовят. Как он будет осуществляться? Есть разные варианты. Это один из вариантов, переход, другое измерение. Тех, кто к этому готов. А те, кто не готов, останутся здесь и будут пожинать плоды собственной мерзости. вот есть оздоровление Земли, нашего измерения. Я не знаю пока, как оно будет происходить. Есть несколько вариантов, которые мне показали. Будет время, будем поглядить, говорит, в Одессе. Сейчас самое главное работать над тем, чтобы соответствовать этому квантовому скачку. Ну а про квантовый скачок, он как, уже произошел или еще будет происходить, что про него скажешь? Ну я так думаю, что уже я, насколько я вижу, что уже все произошло, теперь просто идет переход, он будет такой плавный, много говорилось о том, что будет конец света, там будут страшные катастрофы. По моей информации, он подошел и он подошел мягко. И он так же мягко будет дальше осуществляться. То есть качественный переход произошел, а количественно оно во время оно будет как бы меняться медленно. Я понятно сказал, да? Надеюсь, что понятно. Мне понятно. Может кому-то там... Ну, если это непонятно, то, я думаю, вопрос будет задан. Мы идем туда, к Золотому веку, что называется. Уже идем. Ну, как написано в тех же древних текстах становление Сати-Юги, на него уходит век 40. И это может быть или катастрофический сценарий, которого, по моему убеждению, мы уже избежали. Или такой эволюционный, медленный, по которому, я как понимаю, мы сейчас идем. хорошо, идем дальше. Игорь из Ютуба. Вот, пусть кто убивает планету, тот и будет убит. Не все же такие людей, негодяи, есть масса достойных. Здравия всем. Вопрос в эфир от Димы из Татарстана. А мусульмане как жертву приносят на праздники? Вопрос не понял. Мусульмане как жертву приносят на праздники? Ну, я думаю, что, может быть, тогда надо мусульман об этом лучше спросить. Барашка режут, в общем-то, так сказать. Ну, там не только барашка, там можно много чего резать. Ну, да. Зависит от достатка и желания. Малое жертвопоношение. Знаешь, я прочитал как-то в Левите, по-моему, описание жертвопоношения и у иудея. Это картинка не для слабонервных. Режут барана, вот, кровь, чашу. Потом этой кровью они окропляют алтарь. Потом равинов. А потом всех тех, кто стоит. Это представьте картинку, когда стоит толпа вся в крови. Вот, забавно. Это Левите, по-моему, написано. Это же плохо стало. мусульман там это все намного по-цивильнее в этом плане. В любом случае, это кровавое жертвопоношение. Вот, и это жертвопоношение дает силу Аллаху и Богу. У них правильная технология, в общем-то, поэтому сейчас они Европу захватывают. И дела. Угу. Так, Игорь из Ютуба задает вопрос. Нас обманули в бессмертии или в чем? Нас просто, так сказать, дезориентировали в пути. Бессмертие не является самоцелью. Бессмертие это этап на пути духовной эволюции человека. Нас столкнули с пути и мы утратили возможность осуществить себя в этом мире. Ну, и само собой, первое, что было сделано, это было сокрыто знание о потенциальном бессмерти человека. После чего мы-то запутались, заблудились, но и представляем из себя то, что представляли. Так, идем дальше. Из Ютуба от Андрея Петряева вопрос. Как давно в Руси, по вашей информации, люди еще жили минимум по 300-400 лет? Ну, где-то, так сказать, насколько я владею информацией, такие люди были еще там тысячу, две тысячи лет назад они были. я так подозреваю, что они сейчас есть. Так сказать, те контакты, которые у меня были на разных уровнях, подтверждают, что они сейчас существуют. Ну, просто есть способы определенные, с помощью которых я смог попасть туда, куда обычно не пускали. там мне было показано все, как оно все устроено. Было очень интересно. Совершенно другой мир. Понятно. Так, Ладислава из Ютуба. Не произошло изменения в структуре Земли в ноябре 2016 года. Не знаю. Земля давно меняется. Понятно. Процессы идут давно, в общем-то, и этап за этапом оно вообще происходит. Дальше Андрей Петреев из Ютуба пишет. Известно, что еще примерно при Петре Первом нередко рождались говорящие младенцы. Вам известны такие факты? Связаны ли такие случаи с продолжительной жизнью предыдущего воплощения? Ну, я не слышал о таких фактах, мол, если они были, но это говорит о чем? О том, что это были люди, ну, не совсем люди, в том плане, что они были выше по развитию обычных людей. Есть в Махабхарате такой персонаж, как лично Весадвайпаяна. И еще будучи в утобе матери, он изучил все веды и веданги. Когда он родился, он силой своей мысли взрастил свое тело и стал сразу взрослым. Он поклонился матери, возблагодарил ее за то, что она для него сделала и ушел по своим важным делам. Вот так описывают в Махабхарате такие вещи, там они частенько. Насколько это правда, насколько это возможно, я думаю, возможно. Если бы мы свои мозги не ограничивали, это возможно, это невозможно, мы бы лучше жили. А вся цивилизация наша в последнее времени, это цивилизация ограничений человек. Вот такие дела, вот об этом проблема. Так, идем дальше. Денис Крайнов из Ютуба задает вопрос. Кто такой Кришна с точки зрения славянских вед? Ну, есть два таких божества, Наранараяна. Вот, Кришна это тоже Наранараяна. Эти божества, они имеют иногалактическую природу. И в Махабхарате у них сказано, Наранараяна, как бы, Кришна это воплощение Наранараяна, богов. И в Махабхарате сказано, там есть фрагмент, они идут Баранараяна. И они говорят, что эти ребята пришли на нашу землю с другой галактики, иногалактические существа. Вот, Кришна Махабхарате осуществляет какую цель, какую задачу? Задача постравливанию пандавовского уровня. И он это успешно осуществляет. Необходима была великая битва по очищению земли от зловредных демонов. В чем смысл всей Махабхарате, в чем смысл всей этой битвы, после которой живых осталось 10 человек из нескольких миллионов. Было сказано, что на земле в тела людей стали воплощаться зловредные демоны. Их стало очень много, чтобы очистить землю. От всего этого нужна была большая война. И Кришна он и был проводником этой войны. И когда уже конфликт был закручен и война стала неизбежной, он сказал Хитараштри, который был отцом Каврау, по причине которого во многом состоялась вся эта вражда, он сказал такую фразу, от которой когда я ее прочитал и услышал, я чуть в обморок не упал от перенапряжения умственного. Он сказал так, ты совершил благое деяние, будет великая вражда, которая уничтожит мир их. И почему мне стало немножко плохо, потому что я понял правоту у этой фразы да, и великая вражда может быть благом, она была нужна для очищения земли. А у меня было как в голове тогда, есть благо, есть зло, а тут зло стало благом, оно может быть благом оказывалось. Кришна осуществил свою миссию на тот этап, это был переход по-моему из два пара юги в Калиюгу. Кришна буквально период этого слова «чёрный», его чёрным изображают. И он провёл чёрную эпоху в наш мир, эпоху Калиюгу. Вот так, такое к нему отношение в едийской традиции. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Получается, что после 2012 года вы ощутили в ритуалах те самые новые энергии, что было предсказано во многих источниках. Так ли я понимаю? Благодарю. Нет, это было именно не в 12-м, а в 16-м. Когда я впервые провёл, раньше я проводил спиральные ритуалы, у меня были шесть ритуалов, они были у меня во времени, в течение года я их делал. а потом, я познакомился недавно с Говоровым, есть такой Владимир Говоров, математик, и он мне показал свой новый календарь, который он разработал, и дал очень хорошую подсказку мне. У меня тогда был вопрос, как расположить мои ритуалы во времени, чтобы они были наиболее эффективны. И я по той схеме, которую он предложил мне, стал делать спиральные ритуалы. Там есть понятие клина у него с 21-го по 26-го число каждое равноденствие и солнцестояние. Вот эти числа наиболее энергоёмкие для проведения ритуалов. И вот я в 16-м году зимою я вот провёл этот ритуал и я не говорил вначале немножко. И пришла информация именно о украденной бессмертии. А потом провёл следующий ритуал и пришла информация о том, как его вернуть. Вот сейчас на Купальские дни с 21-го по 26-го июня мы будем опять проводить ритуалы. но уже в обратной проекции он там долго это такая хитрая технология рассказывает. И будем смотреть, что будет дальше. Но сейчас уже за эти буквально эти полгода дана полностью вся система, помощью которой можно очень сильно изменить жизнь людей в лучшую сторону во всех смыслах. и в смысле длительности жизни тоже. Так, дальше. Дальше. Сергей Лапин. Когда закончится Кальюга? Поточнее, заранее благодарю. так она уже закончилась. Все, сливаете воду, закончилась. Вот, сейчас мы эту квантовую скачек называем. Прозошла эта история, вот, и мы уже вступаем в новую эру, мы уже в ней живем. Просто она еще не очень ощутима, но, кстати, Юга, она уже как бы надвигается. Хорошо услышать твое слово. Хорошо. Вопрос в эфир. Здравия, друзья, мое почтение тебе, Юрий. Когда человече аргументирует свое мнение и приводит выдержки из доступных и при этом многим известных источников, а также последовательно и понятно их излагает, то возникает уважение мое. И все же прошу ответить на вопросы, кто мы все, потенциальные бессмертные, все люди Земли, я не понял, как нас обманули. То есть три вопроса. Кто мы все потенциальные бессмертные, все люди Земли бессмертные и не понял, как обманули. Смотрите, в общем-то, я же говорил уже, что не все люди люди. То, что я предлагаю, касается только людей в какой-то степени и тех людей, которые, в общем-то, имеют животную душу. Если они поняли, кто они, если они хотят совершенствоваться, они могут воспринять это знание. И, естественно, это знание не касается всех людей Земли. Потому что, опять же, я говорю, не все люди люди. Это не зависит от расы, это не зависит от национальности, это зависит от сути человека. Вот. Это первое. Второе, какой забыл? Окей. Так, второй, который, ну, кто мы, все бессмертные, все люди Земли, то есть, здесь как-то так в кучку всё сложено вместе. И первый вопрос вытекает из второго. То есть, первый вопрос, кто мы, все потенциально бессмертные, второй, все люди Земли бессмертные, здесь можно трактовать и так, и так. Не все люди Земли. Потому что не все люди люди. У нас в русских было такое представление, они не люди. Они ходят, они тоже на людей похожи, но это не люди. И они живут как не люди. И они также и умрут. И они не смогут воспользоваться тем, о чём я говорю, и другие люди приходят аналогичными знаниями выводами. Ну и не понял, как обманули всё-таки? Обманули с помощью внедрения в наше сознание ложного знания о дуальности мира. Был мир единым, всё есть Бог. А потом сделали внедрение о том, что есть Бог и есть дьявол. И мы в это поверили, вот эти целостности. А потом разделили человека, разделив его на душу и тело. И сказали, что душа имеет ценности, а тело ценности не имеет. И от него нужно отказаться. И так далее. И вот таким вот способом с помощью внедрения ложного знания о человеческой сущности, о том, что человек является, так сказать, не Богом, а там, или рабом Божьим ещё чем-то, с помощью всего этого, и нас обманули, и лишили нас бессмертия. Понятно. Идём дальше. Солнце задает вопрос. Юрий Здравия, кто и когда нам стирает память? Благодарю. Я уже сказал, что, скажите, мы рождаемся не в радость и в печаль, когда во время родов мы испытываем тяжелейший стресс, происходит стирание памяти. Это запрограммировано ещё в библейском проекте «Лишить людей памяти». Я бы там уже сказал чуть-чуть выше. Вот оттуда, я думаю, всё это идёт. Человек без памяти, понимаете, сейчас пытается лишить памяти русского человека памяти о том русском, к чему он принадлежит. Если человек забывает о том, что он русский, с ним получается то же самое, что получилось с нами, утратившими знания и памяти о том, что мы боги земли. есть силы, которые положили глаз на нашу землю. И есть борьба, которой много тысяч лет. Борьба идёт с переменными чудами, типа тетаномахи, что описывается у греков. Борьба идёт с переменными успехами. Но сейчас наши побеждают. В этом я убеждён. брак будет разбит, победа будет за нами. Здесь был вопрос по поводу «Не могут найти твои предыдущие лекции эфира». Наберите просто в поиске Ютуба «4 веры России». 25 апреля 2017 года этот эфир выложен в двух частях доклад и ответы на вопросы. Так что всё есть. Ищите, да найдёте. И что, Алексей, можно маленькой марочкой? Да. В Ютубе есть мои видео-лекции. Тоже называется «Украденное бессмертие». И ещё лекции «Как убивали бессмертных богов». Две мои коллекции. Не с тобой я их записывал. Вы сами тут записали. И если есть желание, наберите Гоманов Юрия Вениаминовича и «Украденное бессмертие и как убивали бессмертных богов». Вы там тоже можете просмотреть. Благодарю за дополнение. Владислав из Ютуба. «А это бомжество психическое или физическое?» Вот когда про бомжей мы говорили. Когда боги не хотят общаться с бомжами типа того. Наверное, и то, и другое. Знаете, не совсем понял вопрос, честно. Я глядю. Ну, мне кажется, если посмотреть на картины юродивой, как изображаются, вот там есть же всё-таки сумасшествия присутствуют, но и юродивый выглядит таким образом специфическим, оборванным и так далее. То есть, когда поселяется сумасшествие в голове, то в этом случае оно так или иначе отражается на внешнем виде и жилище человека. Бывает, вот живут соседи, одна семья такая достойная, там все дети умытые, всё хорошо, замечательно, родители за собой следят, держатся всё вместе, не ругаются, не кричат, всё у них достаток семьи. А где-то рядом, буквально той же самой лестничной клетки, несколько всё иначе происходит. И дети какие-то оборванные, сопливые, полугрязные, немытые, и родители какие-то непонятные, как будто хабалки с рынка. Так что внутреннее состояние мозговой деятельности отражается и на внешних проявлениях, в том числе и в одежде и быту. Поэтому, когда я говорил про вот этих бомжей с помойки, я имел в виду как раз всё вместе. Не просто так на помойке оказались. Допустили это сначала в мозгах, а потом уже помойка плохо стала пахнуть. Алексей, извини, я недавно, неделю назад выпустил видеолекцию, называется она «Русский мир и западная фейкализация». То бишь, я там показываю, что европейская двойственность, когда эти немытые, вшивые европейцы прикрывали себя париками, красивой одеждой и духанили. Внутренне грязные, вшивые, вонючие люди, а внешне такой лоск. И вот еще с тех пор двойственность возникла в европейске, она и сейчас такая же, что внешне это лоск, хорошая одежда, а внутри они грязные. Вот это их агрессия, их злоба ко всему миру, эта жажда доминирования, она продиктована тем, что они, европейцы, выросли в грязи. Они же не мылись до начала 19 века, знаешь, все эти вещи. Если хочешь, посмотри, посмеемся, там весело рассказывай об этих вещах. Русские говорят о статистической организации. Хорошо, станет скучно, обязательно посмотрим, чтобы не пользу получить и посмеяться. Я разозлился страшно, в общем-то, надоело это слушать. Россия мытая всегда была, мы чистые, потом у нас мысли, у нас намного чище, мы добрее, мы не агрессивные. Это проживает эту параллель, в общем-то. Нас же почему считали дикарями? Потому что мы мылись. Потому что русские моются, это дикари, они не моются вообще, они посветленные, посвященные Европе. Фекализация, они вышли в фекалиях, они не знали отхожих мест, в общем-то. Рыба в любом крестьянском дворе России, они с окон гадили. И вот там возникли, фашизм, нацизм, расцветивая, все это гадость там возникла. Это вот гамма выросла. Посмотрите, твое мнение. Хорошо. Ну вот, недавно смотрел я лекцию, как один дьякон выступал, и он приводил Ибн Фадлана, его писание, которое относится где-то так примерно к посольству 921-922 год. И вот он писал о русах, которых на Волге встретил. Но надо уточнить, что то место, где он встретил, это было захвачено как же называется, вот у нас что-то сегодня вылетает из головы. В общем, Хазарий это было захвачено, и он описывает там очень-очень непристойное поведение русов и всякие там дела. Вот. И это прям так преподносится, что вот так и все русские люди жили. И не учитывается, что это было то самое время, когда уже многие традиции были разрушены. это то время, когда вся Европа полыхала, когда в России раздоры были, и одни кизя других убивали. В общем, в невежество все это было кем-то из Средиземноморья, скажем так, вторгнуто. И мне очень интересно, как вот есть такой мультик, мне нравится, про Аиста, когда бедняк подобрал Аиста, выкормил его, выпаял, и Аист ему подарил зернышко за то, что бедняк его спас. Из зернышка вырос большой арбуз, и там он был полон золота. Богач об этом узнал и решил тоже получить от Аиста зернышко. Подкараулил Аиста, палкой в него кинул, перебил ему крыло, и потом стал в нем заботиться. То есть сначала сделал зло, а потом стал якобы заботиться о нем, стал его кормить, поить. Ну, он тоже ему подарил зернышко, тоже вырос арбуз, но только когда разрезал, из арбуза вылетели пчел и закусали его насмерть. Вот когда мне рассказывают про вот это Средневековье, которое было кем-то создано, то есть кто-то кинул палку в наше общество, и с таким умилением рассказывают про вот эти вот нравы якобы русских людей, и забывая про то, что до этого писалось совершенно другое, за несколько веков до того, когда вот это все началось, там о русских людях, о славянах писалось совсем другое. Причем берется какое-то вот именно место, одно маленькое, уникальное, и вот начинают его мусолить. Почему-то не берется вся Русь, а берутся какие-то самые-самые такие отвратительные моменты, которые в те времена уже проявлялись. Но суть-то в чем? Сначала довели, а потом говорят, а вот такие вот свинивые. Ну ладно. Был такой мультик, идет мужик, везде написано, так сказать, злая собака, злая собака подходит, написано добрая собака. Он подошел, не понял, по забору ногой, она улыбается, он долго ее мучил, пока она не укусила. И он радостно, с откапом на штанах подошел, зачеркнул доброе, написал злая, пошел дальше. Вот такие дела. Вот тоже бывают. Ну да, да, да. Сначала надо довести, чтобы потом сказать, ну вот видите же, да. Так, Василиса Васильев из Ютуба благодарит тебя, чрезвычайно интересно, душевно благодарствую. Игорь из Ютуба. Почему веды не найдешь, а Библию распространяют? Это как крик души из Ютуба от Игоря, наверное. Ну ты это как-то ответишь или просто дальше? Да, понимаю, что по поводу, почему веды нет, да? Был период, я его успел поймать, и я купил все, что можно было купить именно по ведической, философии, все древние тексты. Все, что издавалось, я успел. А потом, видимо, кто-то, так сказать, похватился, что отпустили слишком эту тему и резко прикрыли. Сейчас найти тоже Махабхарату достаточно проблематично, если находится только это, опять же, те издания того времени, когда я их первые тома покупал. То есть, само собой, идет, так сказать, целенаправльная работа по изолированию людей, о чем же я и говорю, от знания. Людей пытаются решить и выбора. Вот есть Библия, вот на нее и молись, в общем-то. Это работа определенных товарищей, которые нам не товарищи. Что поделаешь? Ну, будем как-то искать решение этой проблемы. Ну, запретили и многое запретили из того, что современные издания и запретили то, что чуть ли там не сказание какие-то на ведическую тему, запрещают все подряд. А уж там о древности вообще говорить не стоит. Да, идет такая какая-то интересная прям атака на все, что связано с ведическим, на все, что связано с древностью, с какой-то нашей. Это и есть, я с тобой согласен здесь. Ладно. Ну, это и больше риторический вопрос. Мне кажется, и так понятно, почему-то все происходит. Алексей, мои же одеведу тоже запретили. Первую мою книгу на эту тему одеведу запретили. Было забавно. Когда я был на суде, вот, спрашивает прокурор у этого, фу, судья у прокурора спрашивает, вы эту книгу читали, она у вас есть? Как вы будете обосновывать свое мнение, что-то книга там экстремическая. А прокурор говорит, у меня нет, а у вас есть? У судьи спрашивают. А у меня это откуда? Представляешь? Они книгу мы в руках не держали. Ну, суд устроили и книгу запретили. Я жалел, что тогда я не взял с собой, была идея взять видеокамеру и все дурдом записать. Ни судья, ни прокурор книги не видели, но они ее запретили. Вот так вот. Да. Ну, ладно, идем дальше. Денис Крайнов из Ютуба. Где почитать Веды, в какой книге? Ну, вот опять же. Где почитать Веды? Веды люди, надо читать Веды. Ищите Риг-Веду, ищите Адхарва-Веду, Само-Веду, Яджор-Веду, вот эти вот Веды. Ищите Упанишады. Есть шикарный техтомник в периоде Сыркина, вот Упанишад, там они все. Есть Юга-Сутра, есть Юга-Сутра, есть очень много литературы. Есть наша Вересова книга, переводили снова, там очень много интересной информации. Есть работа Академика Рыбакова о язычестве, шикарные работы, читайте. Он как ученый, очень много, я ему благодарен, благодарен ему, я очень много еще стал понимать. Понимаете, есть шикарнейшая книга Афанасьева, Техтомник, поэтические воззвения славянной природы. Она изначально называлась языческие воззвения славянной природы, но Сен-Дурс запретила. Техтомник, шикарная совершенно вещь. Да много литературы, если сказать надо будет, я возьму, размещу там на своем сайте, что читать. Вот, просто мы не всегда до этого доходим. Так что сказать, много есть и у нас, и то, что в Индии сохранилось, ведь веды пришли в Индию откуда? С нашей территории. Ригведа написана была на территории Восточной Европы, об этом писал Брамин Килак, историк Брамин Килак, что Ригведа написана на территории Восточной Европы, в России. Вот видите, вы читаете. Так, дальше Игорь из Ютуба. Как отличать рептилоида в человеке только по тем качествам, что у них есть или что-то еще как-то можно... У этих ребят взгляд такой сообразный. Они, когда на тебя смотрят, у них такое ощущение, что он хочет тебя сожрать. Вот, обратите внимание, так сказать, общайся с человеком, он на тебя смотрит, как на еду. Вот эти люди, и опять же говорю, в общем-то, вы не пытайтесь определить это по цвету кожи и по цвету рожи. Это не срабатывает, понимаете? Я вот этих нелюдей определяю по глазам, как они смотрят. Это пожирающий взгляд. Это для него бюштег, это для него добыча. Вот по этим признакам еще там... Но есть еще, сказать, способности, если есть у кого-то способности к тонкому видению, там оно будет и так все видно. Когда открывается, так называемый, третий глаз, в общем-то, это и без... то, чтобы глаз смотреть, можно это все увидеть. Есть куча способов просто сказать, у кого что наработано. Я по-разному могу эти вещи отслеживать. Ну вот Денис Крайнов в Ютубе написал, да, разместите, пожалуйста, список литературы, очень интересно. И вот Света 2383 написал, и Рыбаков без доказательства приписал славянам человеческие жертвоприношения, кстати. Вот. Ну ладно, реплики есть реплики. Понимаете, опять же, ученые тоже умеют ошибаться, но у них есть бесценные совершенно вещи, которые я использую сейчас, понимаете. А то, что там есть ошибки, это естественно, Господи. Что ты думаешь, мы не ошибаемся, что ли? Человеку свойственно ошибаться, и когда кто-то говорит, вот это веда новодел, вот это какое-то родина веда, вот еще что-то. Я всегда, когда изучаю что-то, я смотрю, это соответствует моему мировоззрению. Вот первое. То есть, как бы я поступил бы так, вот стал бы я так себя вести. Если я вижу, что да, я бы так стал себя вести, то это близко мне, моему виду, моему, какому-то, как сейчас говорят, генетическому образцу. Вот. Дальше я задаю вопрос. То, что я читаю, это для державы полезно? То, что я читаю, это для родов моих полезно? Для моего рода это полезно? Для моей семьи это полезно? Для меня полезно? Если всё вот это складывается, да, полезно, значит, в этом что-то есть, значит, это надо изучать. Если же я вижу, что там что-то такое присутствует, что хотя бы по одному параметру не полезно, как мне кажется, я тем более изучаю и стараюсь понять, а что там не полезно? Если уж я вижу, что по всем параметрам или по многим параметрам это отрицательно и разрушительно действует на меня, на семью, на род, на рода, на общество, на державу, то в этом случае тогда я говорю, вот это вот точно что-то вброс какой-то и так далее. Но всё равно со всем надо разбираться, надо разбираться с первоисточниками. Если вы просто слушаете кого-то, какую-то говорящую голову, телевизор, там, неважно что, или умного дяди, тётю, вы слушаете то, что уже переработано ими, а человеку свойственно ошибаться, как говорили в древности. И поэтому вы также слушаете и его впечатления, и его ошибки, и его возмущения. А вы тогда где? Вот это надо учитывать. Ну ладно, идём дальше. Сергей Лапин, вопрос в эфир. Расскажите про частоту Шумана. Резонанс Шумана? Написано так, частоту Шумана. Что о нём рассказывали? 7,83. Знаете, что-чуть любопытное? Это же частота, на которой работает Земля, и на этой частоте работают целители, это сенсы. И любопытная была такая история, мы слышали по поводу боснийской пирамиды. Эта пирамида, она в два раза выше пирамиды Хеопса. Её случайно открыли, когда там была война в Сербии, в неё попадали снаряды, и она гудела, как котёл гудела, и понял, что там, ну, типа, пустота. Начали копать, выяснилось, что, сказать, лес, ну, там, наросла земля, там вообще, наверное, пирамида, плиты, как в любой пирамиде. И потом, сказать, раскопали ходы, там, километры ходов внутри этой пирамиды, и в центре обнаружили помещение, в этом помещении стоял менгир, обмаженный оборжённой глиной на трёх столбиках, а вот прямо под этим менгиром протекала река подземная. И вот этот самый менгир, он издавал, излучал эту чистоту 17,83. И вся пирамида на этой чистоте работала. Это чистота исцеления, здоровлений. Вот. И на Земле, сейчас, я об этом по своему каналу всё время понял, недавно, где-то два трамватора назад, слышал, по программе «Время» было сказано о том, что учёные поняли, что на Земле когда-то существовала система на основе мегалитов, спиальных светильщ, дольмена и всё прочее, которая создавала определённую вибрацию, вот тут сам визионном Шумана, которое способствовало исцелению, оздоровлению и практически бессмертию людей. Это чистота для человека. То бишь, на Земле с помощью определённых технологий, то, что мы сейчас видим, как менгиры, было создано поле, которое способствовало бессмертию человека. и это уже говорю не я, это уже учёные к этому выводу пришли. Вот, что я думаю об этом резонансе. Хорошо, думаешь, идём дальше. Реплика эфира из Ютуба от Сержа Сорокина. Здравия всем! Чтобы выделить все отделы мозга, людям скрывали черепа. А я думаю, это не поведом, копаться в трупах. Так что можете не относиться серьёзно к латинским терминам типа рептилоидный, рептильный мозг и так далее. Вот такая реплика. Не, ну, если уж скрыли, то скрыли. Что же поделаешь вообще-то. Но есть ещё веда к определению ума. Там тоже есть разные уровни, там не копались, но определили. И высшей формой ума там считалась озаряющей ум. Ум, который включается человека в информационное поле Вселенной. Там ещё и такой ум был. Но это отдельная тема, я сейчас буду её касаться. Хорошо. Серг Сорокин. «Целители не нуждались в анатомических словарях. Однозначно утрачены знания и идём по пути разрушения. Каждый может быть рептилоидом. Всё зависит от развития и стремления к развитию. Но нужны учителя». Вот так глубокомысленно. Само собой учителя нужны куда от них денешься. Мы начинаем жизнь с чего идём в школу и учимся писать, считать всё проще. и эти дяди, тёти, которые не всегда являются семи пядями во лбу, но они дают нам такую основу для жизни, без которой вообще невозможно. Простые учителя школьные делают грамотных людей. А потом идут духовные учителя. И вот этап за этапом от учителя к учителю мы можем сами стать учителями и сами учить людей. При этом мы будем опять же подавать учить. Так, ещё у нас несколько вопросов и будем подводить итог сегодняшнему эфиру. Игорь из Ютуба. Кто нам на Землю принёс магию и прочее колдовство? Да, магия и колдовство в ней ничего плохого нет. Есть белбог-чернобог и чернобог и магия и колдовство. Просто как это применяется? Понимаете, в чём так сказать? Когда говорят белой магии, белой магии нет, она всегда чёрная магия. Есть йога, йога, йога это воздействие на самого себя, на самого себя, с целью самоизменения. А магия это воздействие на другого с целью его изменить. И есть технологии чернобога колдовства и чёрной магии, есть белбога, это та же йога и другие технологии. Так что здесь говорит о том, что кто принёс это на Землю, нет смысла, потому что это было на Земле всегда, и это было частью системы. Вопрос, как это использовалось тогда и как это используется сейчас. Вот что вопрос. Игорь из Ютуба. Куда деваются наши знания, полученные в этой жизни, если у нас стирают память? Извини, дочка пришла, мне сбилась. Дочка это святое. Куда деваются наши знания, полученные в этой жизни, если у нас стирают память? Да знания не деваются, они идут в наши будки, в наше тело, если четвёртое тело наше, это тело памяти. Там весь опыт хранится, опыт, умения и навык хранится в четвёртом теле, телебудке. И это как бы не совсем как бы стирается, а как сказать, получается мы как бы забываем об этом. Нам не стёрли окончательно эти знания, но мы забыли о том, что они у нас есть. Но с помощью определённых практик, в общем-то, работая с собой, можно вернуть всё это, это всё, вообще-таки, это никуда не девается. Как помните, у Мастера Магрити что рукописи не горят. Никуда это не девается, оно хранится в вашем будке вечно, но вы утрачиваете доступ к этой информации в силу того, что вас хорошо обработали, например, и меня тоже. Но можно все эти знания восстановить. Уточняющий вопрос от Игоря из Ютуба. Допустим, опыт и навыки остаются. А тогда зачем стирает память без моей на то воли и согласия? Вы понимаете, так сказать, вот ведь всё, что с ней происходит, порождается на ми же. Вот если у человека страх, у него будут болеть почки. Если у человека гнев, у него будут проблемы с печеньем и так далее. И если, сказать, вам что-то там стёрли, то, значит, где-то вы совершили определённые ошибки и попали под раздачу. Никто просто так ничего не делает. Для того, чтобы что-то сделать человеком, нужен повод всегда. А есть такой забавный миф в Ахабкарате. Сидит Бог, Брахма, на небесах, смотрит на землю. Много зловредных змей расплодилось на земле, а повода их уничтожить у него нет. Бог не может без повода ничего не сделать. А когда кадру прокляла этих змей, вот, о, повод есть и их всех уничтожил, понимаете. Но не всех там часть оставил для развода. Вот. Ничего не происходит с вами без вашего согласия в том смысле, что вы совершили некие действия, которые привели к данному результату. для того, чтобы понять, почему это произошло, нужно пройти, например, там, ну, кармическое целительство. Я кармический целитель. Понимаете? Пройти там, посмотреть, где были совершены вами эти ошибки. И когда вы понимаете, какие были вами ошибки совершены, тогда всё восстанавливается. Вот так вот. Угу. Анубис Чернобогов написал «Здрав, будь! Реплика в эфир. Разве можно потерять то, что нам принадлежит всегда? Это я бессмертию». Потерять можно, потому что, понимаете, в чём дело. Вот. Знаете, рассмотришь на праздник, там какая-то группа людей изобретает какую-то фигуру. И пока эти люди стоят, удерживаемые чем-то, эта фигура будет в этом состоянии. Когда они получают всё равно сбежаться, они сбегаются, фигуры этой нету. Так и всё живое. Он состоит из каких-то вот этих маленьких частичек, которые в силу чего-то удерживаются в этой форме. И вот эта сила, которая удерживает их в этой форме, она и делает человека бессмертным или хотя бы какое-то время живущим. и для того, чтобы бессмертного сделать смертным, нужно совершить некие действия, которые ослабят эту силу, силу удерживающую все состные части его существа в этой форме, состными вот того единого целого. И тогда бессмертный насосмертным и умираем. Так что в этом мире всё возможно. Так, Игорь из Ютуба «Дороги я видел в Астрале, ведущий на Землю, вот о чём я говорил». Понятно. Так, а ну без чернобогов. Вопрос в эфир. Разве вы считаете, что Иешуа Христос и церкви, в кавычках, и религии одно и то же? А если так считаете, то зачем смешиваете котлеты и мух? Где тут котлеты, где мухи? Я не совсем понял. Я же сказал, что я имею дело с персонажем имени Иисус Христос, который описан в Евангелии. Ничего другого у нас по его поводу нет. Есть ещё апокрифические Евангелия. Там вообще кошмар, что в нём написано. Их не включили в канон. Где-то 50, у меня этих Евангелий штук 40 у Христи. Вот. Иных источников о нём мы не имеем. И его мы никогда не видели, никогда не увидим. И в этом плане церковь и Христос это одно и то же. Его именем они совершают то, что совершают. и это искусственное разделение Христа и церкви оно не удерживает никогда к некой критике общаться с разными людьми достаточно образованными. Вы утверждали, что Христос это одно, церковь это другое, обвести какие-то весомые доказательства своего мнения, они так и не смотрят. Понимаете, так что сказать, я здесь ничего не смешиваю и не могу как-то вообще. Христос и церковь едины, как партии едины. Понятно. Близнецы и братья. Оно без чернобогов. Реплика в эфир. Но просто смешно. Как какое-то сожжение тела может помешать моему, как душе, новому воплощению? Вы можете, конечно, смеяться, но когда этот развед будет не до смеха. Дело в том, что очень немногие люди в офис смерти могут сами найти путь туда, куда надо. Есть такая книга, и тибетская книга мертвых. В этой книге как его лама сидит и рассказывает умершему 40 дней. Сегодня ты видишь что-то и туда. Туда не ходи, сюда ходи. Бошка помудет, больно будет. Понимаете? А вот, то есть душа незрелая не знает пути. И для того, чтобы незрелая душа могла прийти к тому месту, с которого она может снова воплотиться, для этого и нужны были все эти жрецы, которые этим занимались. А когда происходит просто сожжение неготового человека, скажем так, простого человека, душа становится скиталицей. Я таких душно смотелся, их тысячи видел в своей жизни. У нас тут было много смертей, и они ходили толпами. И потом мы делали ритуал упокоения, чтобы они ушли туда, куда смогли. С помощью огненного ритуала мы провожали души в те места, куда они должны были попасть. И если вот тот, кто спрашивает, человек достаточно, не достаточно, ну, скажем так, продвинутый человек, и он может после смерти найти свой путь для нового воплощения. Ну, замечательно, но может так статься, что вы не очень адекватно себя воспринимаете и думаете, что вам не помешает просто сожжение на костей. Ну, бог вас знает, я не знаю, надо просто на вас посмотреть. Тогда я вижу, что вы можете, а что не можете. А ну, без чернобогов. Дальше реплика в эфир. Зачем учиться в таком физическом теле? Не лучше ли создать себе тело Бога или богини? Так я же о том же и говорю же же, что с помощью определенных технологий, духовных технологий мы превращаем наше человеческое тело в тело Бога. Мы гармонизируем нашего внутреннего Бога нашим внешним физическим воплощением. И тогда наше тело становится телом Бога, и оно может жить вечно. Я же об этом и говорю уже. Попробуем. Идем дальше. Нина Дмитриева из Ютуба. Что вы можете сказать о теории Матрицы? А что именно там? Вот просто что вы можете сказать о теории Матрицы? Вот и все. Не знаю, о чем там речь, в общем-то. Может, это будет уточняющий вопрос. Да, я думаю, уже вопросов уточняющих не будет, по три часа уже выбрали давно. Заканчиваем с теми вопросами, которые до этого поступили. Елена Владимировна, вопрос в эфир. А куда человек потом уходит после самосожжения, после того, как решит, что уже не хочет быть бессмертным? В сказочные миры на другие планеты? Благодарю. Так это же он сам решает, куда ему уходить. Если, так сказать, человек осознан, если он, так сказать, продвинут, в общем-то, он может сам найти себе пути решить, куда ему идти. Здесь нет общего направления. Свободный Бог, есть такое понятие статус свободного Бога. То есть это Бог, министр без портфеля, он министр, но нет у него должности. Но он может назвать должность любого министра. Есть такое понятие, что человек достигает уровня свободного Бога, и тогда он сам решает, куда ему идти, с кем идти. И свободному Богу уже никто не имеет права указывать и приказывать. Его могут только просить. Идем дальше. Сергей Рытов. Если соблюдать единые законы мироздания, то и смысл стремления к бессмертию отпадает. Он бонусом идет к здравомыслию. Совершенно верно. Именно это я пытался сказать, понимаете? Вы все правильно? А вот Сергей, видишь, как это прям чертой подвел. Итог. Хорошо. Бессмертие является как бы результатом определенного образа жизни, определенного отношения к миру, определенной философии. Оно само по себе как бы возникает как результат правильной жизни и правильного мышления. Ну и в заключение. Оксана Брейнер из Ютуба. Господин Гамонов, а у вас были когда-нибудь сомнения в этом учении? Знаете, все время Ошо Рожене сказал, сомнение признак весьма деликатного ума. В чем можно быть уверенным, ведь жизнь такая тайна? Я естественно сомневаюсь очень часто в том, что я понимаю и что я делаю. Но когда практический опыт и повторяющиеся эффекты говорят о том, что то, что я понял, действительно верно, вот тогда я об этом говорю. И здесь все то, что я вам говорил, это плод в общем-то, где-то с 40-летних исканий, сомнений и расшибаний лба. Где-то лет в 20 я начал этот путь, даже раньше, даже в 15. А когда я понял, что я умру, я ночами плакал, где-то мне было лет 13-40, по-моему, точно. Мне было страшно умирать. А потом я задумался. И я в какой-то момент пришел к такому выводу, что если я буду много читать, много знать, то я не умру никогда. И успокоился и стал учиться. А потом почитал такую фразу очень интересную. Благодаря знанию человек обретает бессмертие. Благодаря самому себе силу. И вот знания делают нас бессмертными. А всемогущими мы можем и должны сделать себя сами с помощью работы над собой. Я иду по этому пути, считаю, наверное, лет 13. Когда я понял, что я умру, когда я понял, что я не умру, если я буду много знать, потому что благодаря знанию человек обретает бессмертие. Вот, считайте, может быть, уже лет 50, или меньше, я пытаюсь это все понять. И вся логика моей жизни, она приводит тому, что то, что я делаю, в общем верно. И сейчас для меня стоят вопросы только в деталях каких-то, каких-то технологиях. разумным но в целом сейчас есть уверенность, что все делаю правильно. Но при этом я оставляю всегда некую долю скепсиса и посмотрю на это со стороны разумным сомнениям. Это помогает мне не упасть в самомнение. Вот так отвечаю на этот вопрос. Хорошо. Ну что ж, зачитаю в заключение реплику от Елены Владимировны. Юрий, вы меня бесконечно счастливили и обрадовали, что я могу сама решать, куда мне идти, как богиня. Я обожаю соприкасаться с новым. Ваши сорокалетние искания и опыт полностью как-то совпадают с моим мировоззрением. Я искренне вам рада. Вот на этой торжественной ноте мы, наверное, уже и будем заканчивать наш эфир, и нам остается пожелать что-то нашим радиослушателям. доброе, вечное, счастливое, красивое, чтобы душа развернулась и стало замечательно в этом мире жить, на этом свете. Пожалуйста, желай. Знаете, Борис Пастана как-то сказал такую фразу, она мне очень нравится. Всегда нужно ставить перед собой недостижимые цели, ибо заранее не знаешь своего потенциала. Понимаете? Вот я ставлю перед собой цель, который кому-то кажется недостижим. Но я понимаю, что он недостижим. И я желаю всем избавиться от ограничений любых. Откройтесь миру и поверьте в своё всемогущество. И поверь вам будет и вам воздастся по вашей вере в самих себя. Понимаете? Нет запретных тем, нет неисполнимого. Есть такая формула о том, что всё, что вообразимо, достижимо. Если я вообразил вот всё то, что я сейчас вам... Значит, это достижимо. Мы не можем желать того, что невозможно. Желайте бессмертия. И я вам желаю бессмертия. И мы его обретём, если будем верить в это. Вот такое нам тем пожеланий. Благодарю. Благодарю тебя за доброе пожелание, за очень интересные темы, которые ты поднимал в эфире, за очень интересные ответы, реакции на реплики. Наших радиослушателей и зрителей канала YouTube также благодарю. Друзья, так держать очень интересно, когда вы задаёте вопросы по теме, которые заставляют более точно формулировать мысли наших авторов-сказителей, и тем самым помогаете раскрывать заявленную тему эфира. Также реплики направляющие тоже ваши очень часто бывают к месту. В низкий поклон, молодцы, молодицы, будем в этом же направлении трудиться на благо родов наших, на благо мира во всём мире. Итак, я напоминаю, что сегодня у нас 15 июня 2017 года, четверг по одному из современных календарей, 25-й день месяца ветров 7525 лета неделя по одному из старинных календарей. А говорили мы в эфире, который уже заканчивается про украденное бессмертие с Юрием Камоновым. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго, быть добру. С вами был Алексей Орлов, Народное Славянское радио и Юрий Камонов. До новых встреч, друзья мои, услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова